Кошку без преувеличения можно назвать представителем иного разума. Чем больше мы узнаем о ней, тем больше убеждаемся, что этот разум ничуть не уступает человеческому. Она абсолютно не нуждается в нас, но почему-то всегда рядом. Древние священные тексты утверждают, до Великого Потопа кошек на Земле не было. Одни легенды гласят, ее сотворили боги, скрестив льва и обезьяну. Другие, что кошка сама пришла к человеку. В Перу недавно найдены наскальные рисунки, которым 10 тысяч лет. В пещере изображены ракеты, астронавты и существа, похожие на кошек. По определенному смыслу можно сказать, что кошачий глаз – это глаз Вселенной. Они несут кошке эту энергию, возможно, наблюдая за человеком здесь на Земле. Может быть, они приставлены к человеку, чтобы помочь ему. Кошка – существо со сверхъестественными способностями, которыми не обладает больше никто на планете. В этом можно убедиться, заглянув ей в глаза. Они намного больше, чем необходимо ночному охотнику. И умеют не только видеть. Это странно, но в глазу кошки есть сегмент, который дает ей возможность слышать глазами. Несмотря на то, что уши кошки – одни из самых лучших в мире животных. Зачем кошке такой сегмент? Зачем ей возможность слышать глазами? Это тоже тайна, которая объяснена на данный момент не может быть. Но, возможно, в этом кроется какая-то разгадка ее сверхъестественных способностей. Культ кошки зародился в Древнем Египте, поскольку первые домашние коты появились именно здесь. Они спасали урожай от грызунов. Богиня Бастет, изображаемая с головой кошки, для египтянина значила больше, чем остальные божества. Если мы попытаемся обозначить главную сферу, где царствует Бастет, это женская половина дома, это женщина, ее здоровье, это дети, это плодовитость, это защита от сглаза, порчи, любого лиха, зла и всех вот этих неприятных вещей. То есть это хранительница женской половины дома. Вот это главное место, где обитает великая священная кошка. Но внутри великих вселенских космологических систем, религиозных систем, кошка тоже играет достаточащие, от льва и до самой маленькой кошки. Они как бы пограничники. С одной стороны, они обитают в этом мире, они связаны с Солнцем, они способны побивать силы хаоса. С другой стороны, они способны проникать в те сферы, которые человеку недоступны. Они царствуют в ночи, это ночное животное, у них другой глаз. То есть они находятся в двух сферах одновременно, и поэтому кошка и как сфинкс, и как лев может изображаться хранителем портала пространства. К художнику Никасу Сафронову кошка действительно пришла из параллельного мира. Он оказался в Египте по приглашению властей страны. Пользуясь привилегиями высокого гостя, Никас попросил отвезти его в одну из закрытых для туристов пирамид Гизы. И чуть не остался там навсегда. Арабы забыли забрать художника. И выяснилось, что тот человек, который меня отвез, ушел в отпуск. Он передал, как у нас, так сказать, перепутали наряд. Вместо слесаря пришел сантехник, вместо сантехника электрика. В результате я был как бы в поиске, но они и сами не знали, там я, не там я. Ушел я, может, уехал с другой машины. Художник не мог найти выход из лабиринта пирамиды. Черные коридоры расходились, оканчивались тупиками или снова выводили обратно. Устав, он прилег и задремал. Очнулся Никас от непонятного шума. Зал, где он находился, озарился светильниками. В центре стоял саркофаг, а в нем как будто лежал живой человек. Остальные вокруг него произносили заклинания. А по стенам ползли странные тени людей с головами животных. Я видел, как идут фараоны, двигаются какие-то люди с головами животных, шакалов, кошачьи. А вот идут какие-то слуги. Целая такая, знаете, спектакль. Я такой в полудрюме смотрю, наблюдаю. Я спрятался там за стенку, думаю, если бы меня не увидели, то сейчас отдадут в жертву. Как непонятное существо. Если не примут за Бога, то, как говорится, не заборовать меня. Древняя церемония поразила Никаса Сафронова. Некоторое время он замерев, наблюдал за происходящим. Но в глубине души нарастала тревога. Наконец художник явственно ощутил. Ему пора возвращаться. Как только он подумал об этом, в углу послышалось легкое шуршание и царапанье. Нечто подбиралось все ближе. Он смутно различил в полутьме маленькое светлое бетно. До тех пор он не мог уверенно сказать, что видит. Сон или фантазию. Но внезапно понял. Все происходит наяву. Я обнаружил, в легкий свет шел сверху, обнаружил кошку, маленького котенка. Я подержал, он такой теплый-теплый, просто горячий. Он как-то меня согрел внутренне. В руках Никаса оказался маленький котенок. Когда художник коснулся его, картина из жизни древнего Египта стала затихать, гаснуть и исчезла совсем. Он опустил кота на пол и пошел следом за ним. И я его отпустил. Он так вывался у меня. И он пошел, я за ним. Вот я иду, иду, он идет, я за ним. В результате бреет свет, выход. И там перепуганный египтянь. Никас забрал кота в Москву как талисман. Сегодня танцкой сфинкс, так называется эта порода, живет у художника Вольфисе. Связь кошки с параллельными измерениями вполне возможна. Ведь ее мозг настолько совершенен, что был выбран как модель для компьютеров нового поколения. Это лучшая в живой природе система, которая может учиться, распознавать информацию и одновременно принимать массу сложных решений. До сих пор нет ответа на вопрос, как кошка ориентируется в пространстве. Есть разные, так сказать, теории и мнения по поводу того возможности возвращения кошек за сотни, за тысячи километров даже, так сказать, перевозимых поездами и возвращающихся назад, а причем проходящие огромное количество километров. Да, есть теория, как бы сказать, кошка помнит место акустическое и электромагнитное. Неоднократно было замечено, что кошка возвращается домой намного быстрее, чем способна передвигаться. Единственное объяснение этому звучит несколько фантастично. Кошки могут использовать порталы и коридоры в параллельные измерения, или так называемые червоточины, и через них укорачивать себе дорогу. Известный случай, когда хозяева вывозили кошек за три тысячи километров на самолете. И вдруг эта кошка возвращается домой, и при этом скорость ее перемещения должна равняться приблизительно 600 километрам в час. Но это же факты известные, но они нереальны. Кота Оскара называют ангелом смерти. Каждый свой день он начинает с обхода палат дома престарелых, стирхаус. Он сидит на кровати пациентов, которым осталось жить считанные часы. И уходит с последним вдохом. В какой-то момент медсестры, нянечки и другой персонал, работающий с пациентами, ежедневно заметил, что кот, которого никто никогда нигде не мог найти, вдруг выходил из своего убежища и сидел на кровати пациента. Это всегда происходило при особенных обстоятельствах, когда пациент был близок к смерти. Доктор Дэвид Доса стал изучать сверхъестественные способности кота. Оскар не несет смерть, он лишь ее предвещает, причем всегда безошибочно. Я помню случай, когда у нас умирали два пациента в разных частях хосписа. Мы все думали, что именно этот пациент из двух, наверное, скончается первым. Но Оскара нигде рядом с ним не было. Кот сидел у постели другого и оказался прав. Тот пациент умер через несколько часов. А тот, к чьей смерти мы готовились, прожил еще несколько дней. В конце концов, Оскар прибежал и к нему. Кот раньше врачей определяет, кому предстоит переход в мир иной. Остается полагать, что Оскар видит, как душа покидает тело. Видимо, кошачьи глаза улавливают то, что недавно смогли заснять ученые на сверхчувствительную фототехнику. После смерти у человека из района солнечного сплетения к небу поднимается небольшой голубоватый шарик. Душу даже смогли взвесить. Оказалось, что после того, как умирающий испустил дух, организм теряет от 9 до 15 граммов. Кошкам, чтобы видеть достаточно мельчайших частиц света. Ее глазное дно отражает отблески. Вот почему кошачьи глаза горят в темноте. Этот принцип преломления лучей используется в дорожных знаках. За сетчаткой глаза кошки есть уникальное микроскопическое зеркальце – топетум. Оно улавливает едва заметные сигналы в невидимых для человека спектрах – инфракрасном и ультрафиолетовом. Таким образом, кошка может видеть ауру человека, энергетические субстанции и призраков. Есть очень много случаев, когда кошки видят то, чего не видим мы. И мало того, что они видят что-то. Я, честно говоря, скептик. Я не очень верю ни в привидения, ни в загробные какие-то вот такие мистические вещи, ни в покойников, которые ходят между нами, ни в параллельный мир. Но чем больше я общаюсь с кошкой, тем больше я понимаю, что все это существует. У кошки есть еще один уникальный орган чувств. Его называют третий глаз. Но к зрению он отношения не имеет. Орган Якобсона находится в основании пасти. Он улавливает заряды электричества в атмосфере, слабое дрожание почвы, колебания магнитного поля. Существует некая составляющая в окружающей природной среде, которая является предвестниками вот этих катастрофических землетрясений. Ну, давайте так и назовем. Кошка вдыхает и чувствует будущее. И пытается нам с вами об этом как-то сообщить. Коты блокадного Ленинграда избавляли город не только от крыс. Они прятались в убежище задолго до объявления воздушной тревоги. И никто не удивлялся, что кошки реагируют только на вражеские самолеты. Невероятное чутье кошек спасло московских артистов в Токио в 2002 году. Буквально за несколько, за час до спектакля, я захожу к животным и вижу, что они себя ведут очень напряженно. Кто-то пугается, кто-то, наоборот, ко мне бежит, кто-то мяукает. Японцы посмотрели на кошек и закричали, вон из здания, сейчас будет землетрясение. Сотрудники театра схватили кошек и выскочили на улицу. Здесь стоит толпа чужестранцев с кошками на руках. Вот мы стоим 15 минут, ничего нет. Я говорю, ну давайте возвращаться, только мы хотели возвращаться назад. И в это самое время произошло там три сильнейших толчка. В Неаполе кошки живут в каждой семье. Испокон веков жители считали, что они могут предупредить о гневе Везурия. Котов также держали на кораблях. Они не только ловили мышей, но и предсказывали шторм. И старикошки жили и у жен моряков. В семье знали, если кошка неистово мечется по берегу и тоскливо воет, судно пошло ко дну. Исследователи называют это телепатией, способностью обмениваться мыслями или посылать образы. Писатель Валерий Гаевский однажды обидел кошку. И вскоре его ждала расплата. В доме Гаевских тогда жила серая сибирячка по кличке Лапа. Всеобщая любимица в тот день, видимо, попала под горячую руку. У нас жила домашняя кошка. В этот день чем-то она меня очень сильно достала. Не помню чем. Я вот буквально, понимаете, как-то так, немножко грубо, немножко небрежно ее отпихнул ногой. Это произошло, да, правда. Ночью Валерий проснулся, скованный непонятным животным ужасом. Когда глаза привыкли к темноте, он различил фигуру, стоящую у него в ногах. Явилась зловещая кошка явно не с добром. Ища дья ночи, протянула к Валерию когтистую лапу в магическом жесте, будто готовясь наложить заклятие. Страх писателя перешел в панику. Я не могу ничего сказать, не пошевелиться, не расшевелиться. Я покрываюсь холодным потом, начинаю думать, что же, как выходить, что делать. И вот просто на физическом уровне я начинаю вдруг понимать, что мне откуда-то идет подсказка. Шевельнись, подымись, предстань. Вот это ощущение. Невероятным усилием воли он пошевелил рукой, приподнялся на локтях и смог преодолеть потусторонний гипноз. Свечение стало затухать, гигантская кошка опустила лапу и медленно растаяла в воздухе. Сна как не бывало. Писатель трясущимися руками достал папиросу и прикурил. Лапа, услышав, что он встал, прибежала и с мурлыканием стала тереться о ноги. Валерий взял кошку на руки и еще долго гладил, сидя один в темном пустом кабинете. Обиженная кошка Гаевского могла загипнотизировать своего хозяина и внушить ему страшный образ. Известны истории, когда коты вводили в состояние транса свою добычу мелких птиц или грызунов. А люди, околдованные не мигающим взглядом усатых питомцев, автоматически шли и накладывали им в миски новой еды. Американские ученые попытались объяснить секрет магического влияния кошек. По их версии, все дело в некоем микроорганизме, который можно найти у птиц, животных и даже человека. Этот паразит размножается только в желудке кошки. Он может воздействовать на мозг своего носителя. Опыты показали, что крысы, зараженные таксоплазмозом, теряют волю и готовы сами идти в лапы к усатому хищнику. Именно этот паразит заставляет человека быть с кошкой добрым и ласковым. Для большинства людей таксоплазмоз безвреден, но в редких случаях происходит изменение личности и появление симптомов шизофрении. Певец и музыкант Владимир Асимов и его супруга Татьяна не раз в своей жизни сталкивались с необъяснимыми вещами. Жизнь не заканчивается после того, как человек здесь умирает на земле. Утверждает она все 100%. Потом история с моей бабушкой, которая приходила в виде кошки. мистики в нашей жизни в Сауде ну просто нереальное количество. Под майские праздники скончалась бабушка Татьяны. Супруги Асимовой еле успели вернуться в Москву накануне похорон. Усталые легли спать. Слышим, что на балконе как будто шушу, я поднимаю Таню, говорю, Таня, такое ощущение, что там то ли мыши, то ли что-то, ну или кто-то есть. Я включаю свет, захожу на балкон, и у меня что-то между ног раз-раз, и что-то проскочило. Ну только что-то маленькое, думаю, крыса что-то. Ну откуда у нас на... Мы не на первом этаже живем, откуда там может быть крыса забраться. Странно очень. И пробежал, пробежал через коридор и на кухню. На кухне ждало странное зрелище. На подоконнике у открытого окна сидела кошка и в упор смотрела на людей. Она очень странная. Я таких кошек никогда не видел. Она сама по себе маленькая, но не котенок. Ну где-то вот такого размера. Но не котенок. Это видно, что это взрослая кошка. Что это кошка, а не кот. Это никаких сомнений не вызывало. Тут подсознательно сразу было понятно, что это кошка. Татьяна достала из холодильника молоко колбасу и стала предлагать незваной гости. существо на подоконнике на угощение не отвечала, а среагировала на слова. Говорит, ну зачем ты пришла? И тут я понимаю, что она вроде бы как бы разговаривает с бабушкой. И Татьяна произносит фразу «Ты возьми, что тебе нужно, только нас, пожалуйста, не беспокой». И как только эти слова прозвучали, кошка встала и спокойно ушла. У Осимовых не было и тени сомнения, что в таком виде их посетила усопшая бабушка. Однако, зачем она приходила, сразу понять не смогли. Спустя две недели супруги проснулись утром, вышли из спальни в большую комнату и поняли, что за ночь их ограбили. Пропало многое. Не столь дорогое, сколько памятное. В основном вещи дорогие бабушкиному сердцу. Причем воры проникли именно через то окно, в которое пришла кошка и умудрились не разбудить хозяев. Осимовые вызвали милицию. Все посмотрели, не нашли ни одного отпечатка пальцев, ни на подоконнике, ни вообще в квартире. Не нашли ни следов газа, потому что мы думали, что, может, нас газом траванули, раз мы так крепко спали. Оказалось, что никаких следов газа. То есть потом мы поняли, что, скорее всего, вот эти слова забирают, что хочешь только нас не беспокой. Но они вот оказались наяву потом таким образом, что люди пришли, забрали, что нужно, но нас не трогали. считается, у кошки девять жизней. Этим свойством ее наделили за сверхъестественную выживаемость. При падении с большой высоты кошка всегда приземляется на четыре лапы и остается цела. Оказывается, эти чудеса объяснимы. Дело в том, что она умеет замедлять свою скорость. Когда площадь тела увеличивается, возрастает сопротивление воздуха. кошка инстинктивно делает это как заправский парашютист, переворачиваясь и раскидывая лапы. Впрочем, некоторые ученые подозревают у нее наличие еще какого-то механизма спасения. Кошка в момент падения она входит в определенное состояние, состояние альфа. Она полностью расслабляется и она на самом деле обладает способностью менять свой вес. То есть кошки они каким-то образом таинственно совершенно с гравитацией общаются. Перед отправкой человека в космос ученые продумывали способы ориентирования в условиях невесомости. Природа подсказала идеальный вариант. Падающая на четыре лапы кошка корректирует положение тела с помощью хвоста. Невесомости человеку передвигаться очень сложно. Поэтому необходимость перемещения в невесомости требует у человека определенных усилий для того, чтобы двигаться. поэтому создавались методики вращательных движений рук, ног для того, чтобы координировать свое тело. Во многом это было посмотрено в том числе и у кошек. Между тем сама кошка в космосе побывала лишь однажды. Хотя могла бы стать отличным космическим первопроходцем. Небольшие размеры и вес, умеренность в еде, интеллект и потрясающая выживаемость делали ее отличным претендентом. В 1963 году на исследовательском полигоне Хаммагир Франция готовила старт ракеты Вероника 47. Долго тренировали черно-белого кота Феликса. 18 октября должен был состояться запуск, но он едва не был сорван. Французские исследователи при подготовке полета в космос кошки, как они себе предполагали, точнее, кота Феликса, значит, длительная его подготовка, проведение испытаний, и за сутки до запуска, будем говорить, ракеты в космос, данный пилот сбежал. В спешном порядке работники космодрома поймали и запустили в капсулу первую попавшуюся кошку. Позднее прессе будет объявлено, что ее зовут Фелисат. Старт прошел по плану. Полет продолжался всего 15 минут и закончился успешно. На этом история кошачьей космонавтики заканчивается. Фелисат также сбежал из космодрома при первой же возможности. До сих пор выпускаются эти самые марки, на которые кот с котом перепутаны, Феликс, второе имя не помню, и под разными именами. Можно использовать кошку, только используя ее природные особенности. То есть адресировать кошку невозможно. Легенды о девяти жизнях кошки можно найти в древней истории. В загадочной азиатской стране Мьянме был храм голубоглазой богини Цунь-Хуанце. Монахи поклонялись ее золотой статуе. Богиня помогала душам умерших переселиться в новое тело. Те те же, кто не мог сразу найти пристанище, возвращались в храм в виде белых кошек с желтыми глазами. Человек может реинкарнировать в кошку и наоборот. То есть это существо высокого уровня, в который мы можем действительно реально стать в нашей следующей жизни. Или может быть мы были кошками когда-то. Однажды на храм напали бандиты, чтобы похитить золотую статую. Старейшина монахов Мунхэ скончался от ран у ног богини. Вдруг его любимый черный кот Синг издал странный крик. Он стоял на голове своего господина. Все его тело стало золотым, глаза синими, как у богини, а кончики лап белыми. Под его пристальным взглядом монахи одолели врага. Спустя некоторое время все кошки монастыря стали такого же цвета. Считается потомки тех святых кошек помогают душам умерших вознестись на небо или воплотиться в новые реинкарнации. Почему-то очень многие люди по всему миру считают, что они имеют к кошкам какое-то особое отношение. Считают, что в прошлой жизни они были кошками. И вряд ли вы найдете человека, который будет говорить, что я собака или я свинья или я слон. Вряд ли. Вместе с тем сравнение, например, женщины с кошкой это крайняя степень похлова практически в любой культуре. вы вы видите уникальные кадры настоящего колдовского обряда полнолуния полночь вербного воскресенья. Считается, в это время открываются врата между мирами и славяне поминают усопших. Колдунья Веда начинает ритуал в центре огненной пентаграммы. Магическая фигура помогает ей обратиться к силам, которые ей покровительствуют. все сделано согласно древним канонам. Размер пентаграммы ориентация по сторонам света. Я призываю тебя, Григорий, приди ко мне. Сейчас Веда делает любовный приворот. Одна женщина хочет нравиться мужчине и для этого колдунья призывает его душу. Я заклинаю тебя, Григорий, ты не сможешь ни жить, ни быть, ни пить, ни есть без Натальи. Когда выражая зачитывает заклинание, перед Ведой возникает прозрачный силуэт. Похоже, пленка фиксирует, как душа Григория действительно явилась по зову колдуньи. Ритуальным кинжалом Веда отмечает точки энергетических узлов, которые отвечают за любовь, желание и привязанность. Отныне заколдованный мужчина будет испытывать непреодолимое влечение к женщине, которая заказала обряд. Позднее при отсмотре снятого материала выяснилась еще одна странность, которую не видели участники съемочной группы. Когда Веда готовилась к ритуалу, рядом между деревьями проплыла туманная тень, похожая на огромную кошку. У Веда как и у каждого мага живет черный кот. Это существо выходит на связь с тонким миром и проводит колдовскую энергию. Ее рабочая ритуальная комната уставлена статуэтками кошек. У черных котов определенно очень сильная энергетика. Самая сильная, которая может быть. Белые коты это очень слабые. Но вот мне допустим такого кота иметь нельзя. Потому что долго он не протянет. Черные коты это проводники энергии. Они берут на себя и сбрасывают лишний негатив хозяина. Когда Веда работает, ее кот всегда рядом. Если она дома, он просто лежит на подушке и жмурится на мерцание свечей. У нас на информационном уровне очень контакт налажен. То есть он меня вообще понимает без слов. Чувствует меня смотрит как в глаза. То есть он все понимает. Он меня чувствует. Знаете такое общение без слов. А крас кошки с точки зрения магов очень важен. С древности колдуны держали у себя черного и рыжего кота. Черный проводник отрицательной энергии, рыжий положительный. во все времена маги, друиды, они отбирали именно черных без единого белого пятнышка или волоска кошек, потому что они понимали, что именно с этими кошками у них может быть особый союз. То есть с помощью черной кошки можно получить какие-то особые способности или развить. Обычный человек связывает черную кошку с плохими предзнаменованиями. Но на самом деле живущий дома кот цвета ночи является хранителем своего хозяина. Человек в жизни которого появляется черная кошка он начинает смотреть куда-то условно говоря в темноту. Только глупые люди думают что там в темноте ничего нет. На самом деле там есть много чего интересного. Поэтому с помощью черной кошки можно туда заглянуть какие-то другие миры. для этого наверное люди ищут черных кошек и заводят черных кошек. В Японии считают если черный кот чихнет надо с ним поздороваться тогда зубы не запалят. Англичане думают если в доме черный кот там не переведутся любовники. А французы верят если мужчина выпил бутылку до дна а под столом сидела кошка он вскоре женится. Везде черные коты считаются проводниками высших сил. но если допустим вот вам черный кот дорогу перешел это понимаете дело не в том что кота надо сразу бить там давить дело не в этом это вам просто показывают это вам знак свыше что кто-то вам перешел дорогу. на руси из косточек черной кошки делали талисманы и носили на шее от сглаза в то что черная кошка приносит удачу верил режиссер Леонид Гайдай снявший ее во всех своих комедиях помогла кошка или нет но картины навечно вошли в советскую культуру и историю кино Сотрудники лондонской лаборатории где изучают различные методы физиотерапии однажды заработались допоздна во время эксперимента в помещение вошла институтская кошка Марта когда она проходила мимо генератора токов низкой частоты все датчики неожиданно зашкалили ученые из этой лаборатории провели эксперимент пациентов которым была прописана физиотерапия разделили на две группы одних продолжали лечить с помощью электрических приборов другим на больное место сажали кошку из тех кто гладил кошку выздоровели все из остальных только половина то есть из зрения электростатики да известно в медицине например да кошки которые лечат гипертонию известно что кошачья шерсть во многом является аллергеном но есть и те кошки которые лечат ту же самую астму брухиально-аллергического типа то есть природа кошек она именно в вырабатывании вот этой электростатики и дать возможность человеку погладить себя лечение кошкой называется филинотерапия хвостатые врачеватели специализируются на различных болезнях в зависимости от породы длинношерстные персидские ангорские сибирские лечат нервные расстройства и боли в суставах кошки с шерстью средней длины исцеляют сердечные недуги короткошерстные и лысые справляются с болезнями печени почек пищеварительной системы асианские вообще убивают в доме всех микробов случайно мурлыкание с точки зрения воздействия на человека оно умиротворяющее то есть оно является успокаивающим но самое главное при наблюдении за кошками в поведенческих особенностях это возможность кошке самовосстанавливаться лечиться возможно для этого она использует и тот же самый создание электростатических разрядов когда кошка трется обо что-то когда она мурлычет когда она выполняет какие-то ну будем говорить с нашей точки зрения обрядовые действия позволяют ей лечить собственные болезни ученые считают мурлыканье кошки сродни ультразвуковой терапии только лучше звуки диапазона в котором мурлычет кошка от 27 до 44 герц укрепляют кости улучшают кровообращение и давление причем издает эти звуки она только для человека между собой кошки общаются иначе кошки общаются с нами на одном языке а друг с другом на другом и эти два языка совершенно разные если вот общаясь с нами они мяукают там что-то говорят урчат когда мы их гладим то когда кошки общаются друг с другом они так не разговаривают они разговаривают какими-то полуфразами полудвижениями полувзглядом тоже очень интересно этот язык он для меня так все еще и непонятен впрочем когда хотят кошки успешно копируют и человеческую речь говорят человек приручает собаку а кошка человека индивидуализм и свои нравия ставят ее высоко над всем животным миром заставить кошку сделать что-либо нельзя можно только попросить дрессировка кошек сильно отличается от общепринятых понятий американская кошка Нора стала знаменитостью когда ролик с ее музицированием выложили в интернет похоже она получает от своей музыки огромное удовольствие Нора живет в семье художника и пианистки и иногда играет с хозяйкой в четыре руки для уникальной кошки даже сочинили симфонию концерто и исполняют ее перед публикой я могу сказать только одно что кошки действительно чувствуют себя актерами кошки действительно играют какую-то роль понятную только им самим и научить этому ну невозможно возможно только животное направить чтобы оно само выходило и почувствовало себе вот такие какие-то игровые нотки в своем существовании на сцене однажды в театре кошек завелись мыши сотрудникам театра сама мысль о грызунах казалась парадоксальной но факт и упрямая вещь каждое утро корм из мисок был разбросан а следы драк отсутствовали и стали наблюдать и увидели что в самом углу под батареей была дырочка вот из этой дырочки вылезали мышки подходили кушали этот корм и уходили прямо в кошатнике прямо в комнатах где живут кошки пропадал не только корм но и реквизит наглые мыши браконьерничали все чаще артистки Куклачева даже и не пытались поймать хотя бы одну очевидно брезговыми оказывается кот-крысолов это отдельная профессия кошки-артисты они себе этого не позволяли что такое я буду охотиться на мышей и даже не играли с ними то есть просто смотрели на этих бегающих комочков шерсти как ну как что-то такое непонятное и даже не хотели с ними общаться приучать звезд эстрады бегать за мышами было бесполезно и тут неожиданно возникло спасение к черному входу театра подошла уличная кошка из жалости сотрудники приютили ее возле кассы окрестили Оксаной и стали подкармливать но в какой-то момент охранники на ночь пустили ее в театр и вот этой ночью Оксана принесла охранникам 15 трофеев 15 мышей она принесла и положила перед ними на пол возле охранного стола вот тогда конечно мы поняли какой клад мы впустили себе в дом спустя три недели от мышей не осталось и следа театр кошек вновь зажил своей жизнью Дмитрий Куклачев не собирался дрессировать новую питомицу и однажды вечером уже уходя уже был потушен свет зрителей конечно не было уходя из театра я случайно заглянул на сцену потому что услышал какой-то шум и увидел как Оксана одна на сцене выступает делает все те номера которые на спектакле выполняют наши животные и делает их сама произвольно без никого каждую ночь кошка Оксана тренировалась одна на сцене и самостоятельно выучила все номера но перед Дмитрием долго тушевалась кроме того она сильно стеснялась публики Куклачев придумал для Оксаны номер где она в финале ловит игрушечную мышь Загадка происхождения видов не перестает занимать умы ученых теория Дарвина не в силах объяснить некоторые нюансы генетический аппарат кошки невероятно богат когда люди додумались разводить породы кошек в кратчайший срок удалось вывести максимум разновидностей сфинксы бенгальские коты персы экстремалы домашняя рысь и все это одно животное спонтанных мутаций не было то есть более стабильным был бы так сказать генетический код и способ так сказать размножения полового размножения то собственно и всего бы разнообразия живого не было бы вот то есть вот эти вот ошибки при делении клеток при размножении на генном уровне или на уровне значит хромосом это механизм который обеспечивает развитие всего живого на земле то что мы называем сейчас эволюцией владимир обрывков намерен сделать кошке рентген и посмотреть что еще у нее двойное и если получится свести с четырехухим котом из владивостока так и новая порода сообразуется старинная легенда гласит древний немецкий город Гамельн был знаменит своим богатством золочеными шпилями соборов и непомерной скупостью местных жителей и вот наступил засушливый и неурожайный год однако горожане заранее запаслись провиантом и наполнили свои амбары отборным зерном при этом ни с кем из соседей они делиться не захотели но тут случилось невиданное дело внезапно со всей округи из голодных деревень с пустых полей в Гамельн хлынули крысы бургомистр приказал поднять мосты и наглухо закрыть ворота но крысы переплывали ров и далее через дыры в стене проникали в город дошло до того что грызуны открыто средь бела дня гуляли по улицам они рассредоточивались по амбарам и подвалам заполненными едой и моментально все пожирали чтобы избавить Гамельн от нежданной беды бургомистр приказал со всей округи свести в город котов и кошек однако это не помогло коты и кошки так испугались агрессивных крыс что моментально разбежались а потом и горожане от страха попрятались по домам Гамельн просто вымер и тогда бургомистр велел объявить на всю округу кто избавит город от крыс тот получит ровно столько золота сколько будет способен унести и вот на третий день после этого объявления в ратушу вошел явно не местный и очень странный человек он представился Гансом чужак был высок и худ на плечах короткий пестрый плащ на голове такая же пестрая шапочка с петушиным пером а в руке потемневшая от времени деревянная дудка и он пообещал что я уничтожу этих крыс он заиграл на своей свирели и полчища крыс ринулись за ним он ушел подошел к реке и крысы продолжили свой путь то есть бросились в речку и короче все утонули он вернулся в город и потребовал полагающийся ему гонорар но жители города когда почувствовали что они все свободны что страшная напасть миновала они отказались ему платить крысолов не стал скандалить и обвинять горожан в обмане он молча развернулся и покинул ратушу куда пришел за вознаграждение бургомистр вслед ему рассмеялся и велел объявить праздник по поводу двойной удачи и от крыс избавились и деньги сэкономили когда в городе зазвенели колокола то никто не услышал как на улице вновь заиграла свирель и вот что удивительно на музыку потянулись дети они выбегали из каждого дома из каждого двора кто-то даже не успев обуться а первой на улицу выскочила дочь бургомистра марта дети сбивались в кучу и послушно шли за мелодией крысолова всего же их было 130 обиженный крысолов ганс не получивший свой гонорар за изистребление местных гамельских крыс особо крупного размера вот он решил отомстить местному населению и дудочкой привлек к себе ребят и буквально цепочкой вывел их за черту города за ворота и увел в неизвестном направлении согласно одной версии ганс заманил детей в ту же реку куда и крыс в ней они все погибли но есть и другой финал у легенды крысолов увел детей в ущелье на горе или в глубокую пещеру и дети пропали там все до единого сам же ганс это перевоплощенный дьявол он погубил невинные души в глубинах гор после чего изменил свой облик и исчез в преисподней кстати есть более поздний вариант этой страшной легенды например что от группы детей увлекаемые звуками свирели отстали два мальчика затем они увидели что крысолов губит их товарищей и помчались домой но вскоре один из сбежавших мальчиков ослеп а другой потерял дар речи еще одна версия добавляет третьего отставшего мальчика он якобы выскочил на звуки дудки из дома почти без одежды но потом застеснялся своего неприличного вида и вернулся домой потому и остался жив самое удивительное что ни одна из версий легенды не противоречит друг другу в самом главном почти все дети ушедшие за крысоловом с дудкой не вернулись домой но есть ли доля правды в сюжете легенды если да то какие исторические события могли лечь в ее основу в старинной летописи 14-го столетия которая была найдена в архивах земли Нижняя Саксония историки обнаружили следующую запись в 1284 году на празднование Рождества Святого Иоанна Крестителя что было в 24-й день месяца июня одетый в пеструю одежду флейтист вывел из города сто и тридцать рожденных в Гамельне детей на гору Копин близ Кальвари где они и пропали Кроме того полстолетия спустя в местной церкви был найден молитвенник где на обложке была оставлена краткая запись об этом случае Запись сделала женщина которая видела исход детей из города К сожалению молитвенник этот был утерян в 17-м веке Исследователи предлагают несколько версий тех событий которые могли стать основой этой трагической и загадочной истории распространенная версия о том что это уход этих детей был какой-то аллегорией был связан с крестовыми походами которые вовсю тогда просто происходили один за другим и один из таких необычных походов но это было за 70 лет до случая в Гамельне был так называемый детский крестовый поход 1210-211-1212 годов и руководили этими походами двое подростков по имени Николас и Этьен действительно средневековые исторические хроники утверждают что был такой немецкий мальчик по имени Николас и его французский сподвижник Этьен провозгласивший себя избранниками бога они убеждали всех что только им будет под силу вернуть христианам власть над землей где родился и творил свои чудеса Иисус для этого в рядах священного войска должны быть только дети поскольку они чисты душой и невинны помыслами перед ними отступит море и укажет путь к Иерусалиму где дети молитвами и иконами изгонят неверных из святого города в 13 веке состоялось грандиозное историческое событие это когда потерпели несколько походов крестоносцы на восток рыцари проигрывали сражения и по Европе пошли слухи о том что крестоносцы пошли завоевывать гроб господин но они слишком грешные поэтому вот поэтому они и проиграли и не смогли достичь своей цели а вот дети еще так сказать не обремененные грехами вот как раз дети и смогут сделать то что не смогли сделать взрослые грешники известно родители и прагматичные священнослужители стремились удержать детей от этого безумного предприятия однако простой народ одурманенный идеей крестоносцев завоевать Иерусалим жаждал этого похода малолетних воинов Христа и резко порицал тех кто старался воспрепятствовать его проведению Николас и Этьян собрали под свои знамена около 20 тысяч детей и отправились войском в далекий опасный путь через Альпы в Италию к Средиземному морю но до его берегов дошла лишь четверть паломников а обратный путь не одолел никто и эти трагедии конечно зафиксированы во многих исторических летописях когда дети умирали сотнями тысячами на дорогах Европы вот тогда появились первые легенды о том что какая-то дьявольская сила засасывает их тянет за собой а действительно чтобы как-то увлечь детей использовались и музыкальные инструменты дети когда шли они пели псалмы понятно что были и музыкальные инструменты некоторые исследователи полагают что в реальной истории если таковая была на самом деле роль музыканта сыграл некий проповедник который сумел уговорить детей примкнуть к крестоносному походу Николаса Эйтьена то есть прообраз того самого крысолова Ганса из гаминской легенды интересно что воздействие музыки на животных известно давно при этом те же самые крысы быстрее реагируют на звуковые сигналы высокой тональности которые можно получить с помощью игры на дудке флейте или свирели а вот возможно ли музыкой манипулировать человеком специалисты в сфере парапсихологии утверждают что да возможно но только в комплексе с другими способами психологического воздействия и не всегда это может получиться с детьми у ребенка должен быть определенный возраст например с 7 до 12 лет и вот с 7 до 12 лет да действительно ребенком очень легко управлять если ему послать определенного рода мыслеобраз то есть так называемый навяз при котором ребенок может почувствовать себя в какой-то некой приятной атмосфере атмосфере либо знаний либо возможностей либо какой-то сказки сна чего-то такого интересного такого к чему он будет сильно стремиться и фактически управлять его телом в этот момент крайне легко а тело будет следовать за каким-то звуковым неким сигналом и все-таки версия что за сюжетом легенды про кроссолова из Гамельна стоит интерпретирована история с детским крестовым походом у многих исследователей вызывает серьезные сомнения здесь мешают несовпадения в хронологии событий детский крестовый поход историки датируют 1211 1212 годами а день в который крысолов Ганс отомстил скупым жителям Гамельна точно указан в исторических хрониках земли Нижняя Саксония это 24 июня 1284 года то есть эти два события разделяют более 70 лет при этом архивные записи о походе войска детей под предводительством Николаса и Этьена и варианты легенды крысоловья из Гамельна существуют совершенно самостоятельно и нигде не пересекаются тогда что же могло произойти с этими 130 малышами из Гамельна есть версия что их погубила чума эпидемия этой страшной смертельной болезни пришла на европейский континент в начале 14 века с Ближнего Востока и уже спустя 40 лет превратилась в пандемию от которой погибло более трети населения Центральной и Западной Европы уже намного позже ученые выяснили что болезнь распространяли черные крысы во множестве проникавшие в портовые города из корабельных трюмов а дальше болезнь уже передавалась от человека к человеку люди еще не понимали до конца какая связь между грызунами между этими крысами и страшной болезнью но все-таки верили что существует взаимосвязь и поэтому начали изобретать всевозможные средства как бороться с этими крысами травили животными собаками котов разводили но это мало помогало изготавливали специальные яды охотились на них но крысы все равно размножались возможно полагают исследователи что люди воплотили чуму в образ того самого ганса в пестром наряде и неспроста и болезни музыкант были связаны со смертью детей а детских душ чума погубило гораздо больше чем взрослых при этом пестрый наряд флейтиста указывает на некоторые моменты в поддержку этой версии в раннем средневековье был такой популярный аллегорический образ блеска смерти в поэзии иконографии и устном творчестве при этом художники часто изображали смерть в виде скелета наряженного в разноцветные лохмотья или яркую одежду почему исследователи предполагают что это вовсе не наряд а разноцветные пятна на теле больного бубонной чумой и еще в средневековой иконографии посвященной мистериям смерти постоянно присутствовал образ музыкантов которые аккомпанируют пляски а иногда и саму смерть изображали в виде музыканта то есть получается крысолов ганс художественный образ чумы но и эта версия опровергается хронологией ведь история с крысоловом и одновременно музыкантом произошла почти за полвека до того как в германию пришла чума в конце 13 века серьезных эпидемий не было зафиксировано еще в середине 20-го столетия оригинальную версию событий произошедшие в Гамельне в 1284 году высказала известная немецкая исследовательница паранормальных явлений Вальтера Утвелля она полагала что трагедия случилась в те июньские дни когда горожане отмечали день летнего солнцестояния недалеко от Гамельна стоит деревня Копенбрюге получившая удалось только отставшим, которые могли услышать крики несчастных, попавших в беду, и от страха убежать домой. Фрау Виллер долго думала над тем, насколько это реально, и повела меня тоже вот этой же дорогой, которую она представляла себе довольно четко, четко определенной, в одно место, которое находилось в 15 километрах от Гамельна, в местечко такое под названием Кёпен. Именно там она нашла старинное засохшее, высохшее болото, окруженное какими-то странными валунами, можно даже сказать небольшими горами, холмами. Именно там, считала эта фрау, находится место, где нужно искать останки вот этих вот детишек. В подтверждение своей версии Вольтраут Виллер приводила разные сказания и мифы о чертовой дыре. Кроме того, она была уверена, что тела детей могли сохраниться в торфяных слоях и до наших дней. Подобное условие идеально подходит для мумификации любой биологической оболочки. Но некоторые исследователи высказали свое мнение по данной версии. Дело в том, что и здесь есть некоторое расхождение в датах. Как и в других версиях, высказанных ранее. Дети ушли за крысоловом из Гамельна в июне 1284 года, а замок Копенборг построили только спустя два десятилетия. Но ведь может же существовать временная погрешность? Может. Последний раз фрау Виллер настаивала на проведении исследований в середине 80-х годов 20-го столетия. С тех пор прошло больше 30 лет. Ни один археолог, ни один историк не то, что не пожелал, наверное, не имел возможности заняться там раскопками. Это место так и осталось таким загадочным, мистическим. Туда водят туристов и показывают, что вот здесь нужно как бы вести себя тихо, потому что, наверное, вот это место, где погибли вот эти дети таинственным образом. Или в болоте погибли от каких-то странных испарений, от чего-то еще. Это уже другой вопрос. И все-таки, если легенда существует, значит, что-то действительно было. Не мог сюжет с крысоловом Гансом и его дудкой появиться спонтанно. Дело в том, что в средневековой Европе существовал так называемый закон майората. Согласно этому закону, все имущество отца после смерти доставалось старшему сыну. А младшим членам семьи предписывалось самим устраивать свою судьбу. Поэтому многие молодые люди были вынуждены покидать родной дом после смерти отца. Они, как правило, шли на восток, на отвоеванные у славян земли, чтобы устроить там свое хозяйство или начать собственное дело. Флейтистом был, скорее всего, вербовщик, которому нужно было уговорить как можно больше юношей, девушек, а также молодые семьи с детьми переселиться в еще необжитые регионы. И вот один из наемщиков увел очень много детей не куда-нибудь, а в Румынию, в Трансильванию. То есть это далекий очень район, но тем не менее, сегодня исследователи этих вот сказок нашли там в языках местного населения огромное количество саксонских словечек, выражений, и в генах жителей нашли значительный очень вклад именно вот среднесаксонского германского населения. Эта гипотеза, она перевешивает среди всех гипотез. Но при чем тут крысы? Такой вопрос вполне уместен, если принимать за основу версию с миграцией. Вполне вероятно, что крысы были добавлены в легенду позднее, поскольку в населенных пунктах средневековой Европы они были большой проблемой. В хрониках часто упоминаются архивные записи про то, как муниципальные власти тех же немецких городов очень часто нанимали для борьбы с грызунами профессиональных крысоловов. В результате и родилась на свет такая замысловатая, мистическая история. И пока вокруг ее происхождения кипят споры, жители города Гамельн продолжают жить своей легендой. На самом деле это, бродя по улицам Гамельна и задерживая там дыхание в определенных местах, как советуют таблички, что вот здесь вот шли эти дети, вот здесь вот как бы они куда-то свернули там, вот так смотришь на все это и приходишь в тихий такой трепет от того, что как хорошо все это здорово, все это организовано. Вот. Хотя у нас аналогичные вещи в нашей стране, похожие вещи, и во всей Европе, и даже во всем мире случались регулярно. То есть эта история, она стала известна только вот тому, что была раскручена великими сказочниками и поэтами. Кстати, в городе существует улица, на которой запрещено играть на музыкальных инструментах и петь. Согласно легенде, крысолов вел детей из города именно по этой улице, и траура погибших сохраняется до наших дней. Сам же Гамельн украшают многочисленные скульптуры крыс, но не мрачные устрашающие, а очень милые, часто разрисованные яркими узорами и цветочками. На городском вокзале есть панно с изображением крысолова. Даже указатели на улицах выполнены в форме крысиных силуэтов. То есть легенда о Ганси продолжает жить, и 700 лет для нее вовсе не возраст. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...